Проект методиста-историко-культурного центра Натальи Замариной «Стихи живут» существует уже с 2016 года. Начинался он как поэтические чтения в стенах центра, а затем стал путешествовать по предприятиям и организациям муниципалитета. Меня пригласили в библиотеку прочитать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Нужно было выучить одну страфу. Я подумала, что вот хорошая форма работы. Если люди не хотят или не могут приходить в историко-культурный центр читать стихи, то мы придем к ним. Проект поддержал телеканал «Видное ТВ». Первопроходцами стали сотрудники Московского коксогазового завода, которые не только проникновенно прочитали стихи Вадима Шефнера и Игоря Шоферана, но и поделились с телезрителями своими собственными сочинениями. Меня потрясли люди, как они отнеслись к этому заданию, к выбору стихотворения, как они читали упоенно совершенно стихи, как один из сотрудников рассказывал о том, что он тоже пишет стихи. Я поняла, что ничто прекрасное не чуждо нашим людям, чем бы они ни занимались. Затем к проекту присоединились спортивный клуб «Металлург», Видновский троллейбусный парк, детский сад «Солнышко», художественно-технический лицей, Совет ветеранов и Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования. Читали стихи и на телеканале «Видное ТВ». Стихотворные строки, ритмически организованный текст не нуждаются в актерстве, в нашем. Хотя мы знаем, где нужно сделать паузу, где нужно погромче, где нужно потише, но оказывается, стихи не нуждаются даже в этом. Но они нуждаются в озвучивании. Сейчас проект «Стихи живут» уже вышел за пределы Ленинского городского округа. Десятым участником проекта стала детская театральная студия «Синий платочек» из города Химки. Ее воспитанники прочитали стихотворение Роберта Рождественского «40 трудный год». Двое здесь, в бою артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем в бою подъехали на себя принявший огонь. Но пришелся в Гудину весело. И другой, на прописанном доме, капитан, на раннейшем вечером, три недели назад над Ростовом. Это нам дает бесценный материал, документальный материал, на который мы можем опираться и действительно почувствовать, конечно, не узнать, но почувствовать, что такое война из первого рост. В этом году основная тема проекта – произведение, посвященное Великой Отечественной войне и победе над фашистской Германией. И, как уверяет Наталья Замарина, мы услышим еще множество прекрасных стихотворений в исполнении самых разных жителей Подмосковья. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует...